В момент, когда шеф-повар будет их презентовать, а у каждого шеф-повара будет свой рецепт, специально разработанный к данному фестивалю, безусловно, при презентации будут обязательно гости дегустировать, потому что иначе какой же это конкурс будет оладьи, если их не будут пробовать наши горожане. Согласен. Безусловно, будет презентация в течение дня, на площадке будут работать, 16 площадок будет работать в городе Тюмени. Вот именно с фестивалем «Вкусы тюменской осени». И на 16 площадках будут презентоваться разные рецепты от разных шеф-поваров, от разных ресторанов. Я понял. Да, и в течение дня можно будет продегустировать и проголосовать понравившееся и полюбившееся блюдо. Оцениваться, конечно, это будет и по визуальному видению, конструкции. То есть подача должна быть свою качественную? Да, и это будет оцениваться по вкусу, безусловно, но и точно так же по поэтике. То есть как оно названо, почему оно названо. То есть раскрытие данного блюда, оно же идёт из сердца, то есть оно почему-то, у него же есть основа, почему именно так, даже те же кабачки, потому что образ жизни мой предполагает вот это. И здесь точно так же. Каждый шеф-повар создаёт, и это очень любопытно послушать, а как он добивается этого вкуса, и почему он решил в этот вкус войти. Поэтому я думаю, это на самом деле кажется, что кабачково, в смысле, что оладьи – простое блюдо, на самом деле оно далеко не простое блюдо. Вот прям с языка сняли, да. Далеко не простое блюдо.